Телеканал Тверской проспект продолжает реализовывать проекты, посвященные анализу различных предложений на рынке недвижимости Верхней Волжья. Напомним, вместе с экспертами и партнерами нашего медиахолдинга мы готовим объективные и актуальные материалы о том, как правильно подойти к покупке или продаже квартиры. Как не ошибиться с выбором, на что нужно в первую очередь обращать внимание при заключении договора и что делать, если застройщик оказался недобросовестным. Сегодня мы продолжим рассказ о жилом комплексе «Медовый» от Тверского ДСК и о Тверской семье, которая сильно разочаровалась в своем выборе недвижимости. Вопросы к качеству многоквартирных домов затрагивают интересы очень многих людей. К примеру, в одном 15-этажном доме небольшого Тверского микрорайона в среднем проживает более 200 человек. А если посчитать весь микрорайон, это уже тысячи горожан, среди которых есть семьи с детьми, пожилые люди, инвалиды или наоборот молодежь, ведущая активный образ жизни. То есть жильцы с разными потребностями и предпочтениями. Разумеется, что современные строительные нормы должны максимально учитывать все потребности разных групп населения. Однако, как выясняется, не все застройщики готовы идти в ногу со временем и строить по-настоящему качественное жилье. Сегодня, как грибы после дождя, в разных уголках Твери появляются новые многоэтажки. И это хорошо. Возникает конкурентная среда, увеличивается выбор и доступность жилья. И, как следствие, появляется все больше счастливых новоселов. Однако, история семьи Петровых, к сожалению, не про удачное приобретение, а скорее повод для серьезного разговора. Судите сами. Герман вместе с супругой Еленой приобрели квартиру в жилом комплексе «Медовый» от Тверского ДСК, что на Сахаровском шоссе. К выбору подходили серьезно, определялись долго, как-никак пара ждала первенца. Нужна была отдельная квартира. Ну, стали рассматривать что-то такое. Ну, хотелось за городом, чтобы потише. Ну, посмотрели разные районы. Сюда приехали, ну, все устраивает как бы. Природа там с ребенком хорошо. Однако, все хорошо было недолго. Не успели супруги заехать в новый дом, построенный Тверским ДСК, как повсюду начала образовываться плесень. Ну, ладно, раз вытерли, а потом осень, сырость уже, там, октябрь, отопление не давали. Она нас уверяла из управляющей компании. Сейчас, говорит, отопление дадим, все просохнет, все будет, ну, у вас отлично. Ну, и вот дали отопление, еще хуже все, сырость полезла. В итоге со злополучной квартиры семье Петровых пришлось съехать. Сейчас супруги снимают жилье, при этом они продолжают выплачивать ипотеку. Цена за 40 квадратных метров однокомнатной квартиры в ЖК «Медовый» была немаленькая, рассказывает глава семьи. А теперь еще и приходится нести издержки за наем жилья, что, конечно, обременительно. Впрочем, несмотря на все расходы, для Петровых куда важнее здоровье их ребенка. Ведь проживание в квартире, захваченной грибком, может крайне негативно сказаться на здоровье. Об этом, в частности, говорят специалисты. Человек контактирует со спорами гриба, и это вызывает аллергию, сенсибилизацию, как это говорят. Проявляется это аллергическим ренитом, бронхиальная астма, иногда очень тяжелая. Всерьез опасаясь за здоровье своего ребенка и желая добиться справедливости, супруги обратились в суд, с помощью которого собираются добиться возмещения немалых сумм, потраченных на ремонт, вынужденный съем жилья и компенсацию морального ущерба. Ответчиками по делу уступают сам застройщик Тверской ДСК, его подрядная организация и управляющая компания ЖК «Медовый». Отметим, что обращение в суд – неотъемлемое право любого гражданина, если речь идет об ущемлении его права и невозможности решения проблемы мирным путем. Однако, помимо суда, есть и целый ряд иных профильных контролирующих ведомств, призванных следить за соблюдением действующего законодательства предприятиями в различных отраслях. В нашем случае – за качеством строительства жилых объектов. Заметим, что рассказанная нами история далеко не единична, поэтому мы и обратились к данной теме. Надо сказать, что роль настоящих объективных СМИ как раз и заключается в защите прав граждан, в обеспечении диалога между различными властными институтами, структурами и гражданским обществом. И СМИ, конечно, должны помогать гражданам защищать их законные права и интересы, если они где-то нарушаются или соблюдаются не в полной мере. Редакция нашего телеканала подготовила и направила в профильные инстанции официальные запросы с конкретными вопросами. Однако полученные на них ответы, увы, не могли устроить тех, кто рассчитывал на поддержку и защиту своих законных прав. Так, реальной помощи не последовало ни от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, ни от Главного управления Государственной жилищной инспекции Тверской области, где нам заявили, что осуществление контроля качества при возведении многоквартирных домов на территории Тверской области выходит за рамки полномочий Главного управления. А в свою очередь специалисты регионального управления Роспотребнадзора сошли, что решением этих вопросов должно заниматься Министерство контрольных функций. Ну а в Минконтроле нам ответили следующее. Предметом Государственного строительного надзора является соблюдение соответствия выполняемых работ и применяемых строительных материалов требованием проектной документации. Не будучи большими специалистами в сфере стройнадзора, мы попросили дать нам комментарий с пояснениями, что за этим ответом кроется. Но в более детальном комментарии по существу решения проблем жильцов представители этого ведомства вообще отказали. На этом все. Круг, как говорится, замкнулся. И в итоге получилось, что добросовестные покупатели жилья не получили ответа по существу. Как защитить свои права и интересы, и где искать справедливости. Можно ли быть удовлетворенными такими ответами? Вопрос риторический. Надо сказать, что для редакции нашей телекомпании было странно получить такие ответы, так как глава Тверского региона Игорь Руденя на заседаниях правительства и в прямых эфирах на телевидении неоднократно требовал от чиновников ответственного отношения к работе с обращениями граждан. Призывал слышать людей, помогать им в разрешении их проблем. Не секрет, что многие чиновники, которые не сумели перестроиться и обеспечить такую работу, уже лишились своих постов. А не так давно сам президент страны Владимир Путин на встрече с руководителями регионов подчеркивал важность внимательного и уважительного отношения чиновников к людям и к их нуждам. И речь шла не о формальных отписках, а о развернутых и исчерпывающих ответах на интересующие граждан вопросы. Важна именно системная, постоянная, содержательная работа на земле. И без привлечения, можно сказать, в то, что мы с вами делаем, нужно вкладывать не только средства, время и силы, но и душу нужно вкладывать. Работать не для галочки, не для отчета, а для людей и во имя людей. Тем не менее, семья Петровых, герои нашей сегодняшней истории, не опустили руки и отстаивают свои права в суде. На этой неделе в их квартиру пожаловала комиссия, которая проводила экспертизу в рамках судебного разбирательства. О ее результатах станет известно чуть позже. Сегодня наши герои сожалеют, что в свое время не прибегли к помощи профессионалов, которые помогли бы сделать правильный выбор и надлежащим образом оформить сделку. Такую помощь на рынке оказывают специальные организации, а именно риэлторы. Несомненно, семье Петровых удалось бы избежать тех проблем, с которыми они столкнулись, если бы при составлении договора с застройщиком в нем были бы прописаны пункты, предусматривающие защиту покупателя от таких рисков, как брак при строительстве, а также механизмы возврата средств пострадавшей стороне в случае возникновения обоснованных претензий. Тем временем в нашу редакцию продолжают поступать жалобы от горожан, недовольных приобретенным жильем. Многие из них, отчаявшись, стремятся уезжать из таких квартир, зачастую продавая их себе в убыток. И в основном претензии возникают к домам, построенным Тверским ДСК. Наш медиахолдинг Тверской проспект окажет содействие в проведении независимой экспертизы проблемных жилых объектов для последующего составления коллективных обращений в суд. Но этот вопрос потребует определенного времени. А пока ДСК продолжает активную рекламную кампанию, предлагая новоселам свои дома, построенные под таким же типовым проектом на очень заманчивых условиях. Эта цена в самом деле может показаться привлекательной на фоне иных предложений на рынке недвижимости. Однако прежде чем клюнуть на такое предложение, видимо, стоит хорошенько подумать, ведь бесплатный сыр, как гласит известная поговорка, бывает лишь в мышеловке. Со своей стороны мы продолжим следить за развитием событий в этом деле и расскажем вам, какое решение примет суд по иску семьи Петровых к ДСК. Если у вас есть вопросы, касающиеся рынка недвижимости, или вы столкнулись лично с недобросовестными застройщиками, не сдавшими дом вовремя или существенными недостатками, звоните в нашу редакцию по номеру 48 22 300 341 или присылайте нам сообщения по адресу newssobakatipi.tv.ru.